Поехать просто отчет и написать, тогда, естественно, едет одна машина. Если, например, доместик, какая-нибудь драка, это муж с женой, не обязательно даже муж с женой, в баре драка, тогда минимум должны ехать два офицера. То есть, если эти два офицера находятся в одной машине, тогда все равно одной машины достаточно. Если это мы работаем, например, днем, да и шифт, высылают две машины, каждая по одному человеку. То есть, в зависимости от ситуации, есть, например, какие-то люди, которые очень вайлы, такие жестокие, то есть, они дерутся, провоцируют, тогда лучше выслать две-три машины. Например, еще, если это вопрос жизни и смерти, например, ребенок задыхается, тогда вообще высылают всех подряд по свободу, и сразу всех кидают, кто первый доедет, кто первый доедет. Потому что иногда, например, на карте я могу быть дальше, чем кто-то, но, может быть, у меня просто чище путь, я быстрее доеду, чем тот человек, который по карте находится как бы ближе к звонку. Поэтому они просто, все, кто свободен, все едьте туда. Если, например, шутинг, кто-нибудь стреляет, тоже кидают все свободные машины, тогда сразу приедет много машин. Понятно. Еще один вопрос. Иногда мы видим велосипедистов полицейских, летом в частности. Скажи, а ты на велосипеде не ездишь? Это мы, мы идем туда все по очереди. То есть, у нас есть 6 месяцев курс туда идти, и потом на 2 года. Мой 6-месячный курс вот как раз подходит в сентябре. То есть, я, к сожалению, много на велосипеде не поезжу, я поезжу чуть-чуть до холодов, и потом я там на полгода поезжу до... После холодов еще чуть-чуть поезжу. То есть, я в основном попаду в машину, я не очень попаду в велосипед. Но да, у нас все по очереди идут, и все катаются на этих велосипедах, наблюдаются... То есть, мы проверяем парки, проверяем какие-то, иногда станцию метро даже. То есть, те места, которые на машине тяжело заехать туда. То есть, мы заезжаем на велосипедах. Еще один вопрос, касающийся алкоголя. Разрешается ли пить, допустим, пиво человеку? Вот идет человек по улице, и один пьет бутылку воды, выпивает, другой банку пива. Скажи, можно ли пить пиво в общественных местах? Нет, пиво в общественных местах пить нельзя. Никакой алкоголь в общественных местах пить нельзя. Значит, можно пить алкоголь, вот, например, если мы... Вот посмотрим сейчас, вот, никого сзади нет, если я остановлюсь. Нет, кто-то есть. Подождите, сейчас я заверну куда-нибудь на угол, покажу. То есть, чей-то газон, например, до тротуара, это ваша частная собственность. Если вы сейчас находитесь на этом газоне, и это ваш дом, или вы официально приглашены в этот дом, то есть, вы, например, на барбекю пришли к человеку, то есть, вы находитесь там легально в этом доме, то вы можете пить вот прямо вот здесь, например, на газоне, встать вот возле елочки и там поставить себе кресло и распивать здесь пиво. Это можно, если вы как-то принадлежите к этому дому. То есть, я, например, никак не принадлежу к этому дому. Если я сейчас подойду и начну здесь пиво пить, это против закона, меня можно арестовать за это. Но если я здесь официально в гостях, тогда без проблем можно пить, если я нахожусь на частной собственности. Если это на муниципальной собственности, или на частной собственности, но какой-то общественной, например, мол, или там какой-то любой магазин, например, там Плаза какая-то, это частная собственность, но она как бы доступ к паблику открыт, то нет, там алкоголь пить нельзя. Алкоголь можно держать только в закрытом состоянии. То есть, если у меня закрытая бутылка пива, без проблем я могу с ней ходить. Даже если она уже наполовину выпита, но закрытая, без проблем. Как только это пиво открыто, даже если я его не пью, просто хожу с этим открытым пивом, то это уже против закона. Так делать нельзя. То есть, довольно строго? Да, алкоголь здесь очень строго контролируется, да. Еще один момент. Очень многие говорят сегодня, что в Канаде тоже существует, как и в любой стране, воровство, допустим, крадут телевизоры со склада, еще что-то. И полиция серьезного внимания этому не уделяет, в связи с тем, что страховые компании, в принципе, этим занимаются, полиция составляет специальный отчет, и страховая компания выплачивает деньги пострадавшему. Правда ли это? Ну, в Торонто, естественно, есть преступность. То есть, нет такого города в мире, где бы не было преступности. Преступность есть везде. То есть, естественно, в Торонто она тоже есть. Конечно же, люди воруют. Естественно, надо закрывать свои машины, дома, какие-то, может, камеры ставить, как-то себя обезопасить. Это правильное решение. По поводу того, что не уделяется внимания, мы все равно по закону обязаны уделять внимание, естественно, всему. Конечно же. Но, да, вы правы в плане том, что если какое-то преступление против человека, кому-то угрожают, бьют, что-нибудь такого плана, то, естественно, мы уделяем намного больше внимания этим делам, чем мы уделяем внимание той же краже. Потому что преступлений очень много. Нас, на самом деле, на дороге не столько много полицейских. И физически не хватает времени и ресурсов расследовать вообще все преступления на хорошем таком вот уровне, качественном, правильно? Понятно. Поэтому чему-то мы уделяем больше внимания, чему-то меньше. Если это преступление против собственности, и страховая компания все равно вам покроет все убытки, то мы будем меньше уделять этому внимания. Мы лучше уделим внимание кому-то, кого побили, ограбили или что-нибудь такого. Понятно. Володя, давайте мы включим сейчас рацию и попробуем поймать какой-нибудь сигнал. Может быть, нам удастся посмотреть тебя в работе, как ты расследуешь кражу со взломом. Давайте. Сейчас я посмотрю тоже по компьютеру, сейчас прошу у диспатч, что там есть. Если есть какой-то брейк-ин-энтер, мы поедем туда. Да, договорились. Который-симон. Спешил 32-Алфа на на отзыве. Который-симон. Спешил 32-Алфа. Который-симон. Брейка-ин-энтер и подразум. 132-Hолмс Аб. 10-4. 10-4, мы на это. Okay, лета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не взяли из дома, но кто-то заходил к нему в дом, пытались что-то украсть Сейчас он покажет, где это случилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом чемодане у меня лежит камера Тренога к ней И это просто шнур к компьютеру потом подключать И еще моя важная линейка Чтобы все было в масштабе В этом чемодане у меня лежат все для отпечатков пальцев И если надо, например, взять DNA swap, анализ на ДНК, если мы найдем какую-нибудь там кровь, порезы, что-нибудь такого плана Здесь же у меня все такие вот ленты, если что-то надо померить, перчатки мои и так далее, и так далее Маска, чтобы если пыль какой-то не нахвататься То есть давайте начнем Начинаем мы всегда с фотографий То есть первое, что мы делаем, мы должны сейчас сфотографировать все, что здесь находится Может, я сейчас чего-то здесь не вижу, а потом позже это станет важным Поэтому мы все сейчас снимаем на фото В первую очередь Начну я оттуда с дороги и постепенно буду продвигаться сюда Так Есть Походим сюда Так Так, теперь следующее, что мы делаем Мы готовы снимать отпечатки пальцев То есть сначала я надену маску Потому что я буду все посыпать порошком И этот порошок, я не чуть-чуть подал мне в легкие Перчатки Чтобы я не оставил своих отпечатков пальцев Теперь я выберу, каким из порошков мне пользоваться То есть здесь такая поверхность более темная Я выберу тогда белый порошок У меня есть белый и черный порошок То есть я возьму белый порошок И возьму белую кисточку Положу где-нибудь вот здесь, на вот этом вот коробке Чтобы мне было удобно Так, у нас все готово То есть начнем мы, например, с дверной ручки И перейдем постепенно на стекло Так, хорошо, то есть я беру порошок И постепенно просто начинаю все сыпать Здесь у нас вообще ничего не видно на ручке Очень хорошо проверяется стекло Если кто-то трогает стекло Вот мы сразу нашли хороший отпечаток пальца Мы еще не знаем, кому он принадлежит Но его сразу же видно На, то есть мы будем работать с этим отпечатком пальца Так, сейчас я все убираю Первое, что мы должны сделать, это Пометить его и сделать фотограф То есть я беру красный карандаш И отмечаю стрелочкой, какое направление идет вверх Чтобы когда не рассматривали И не знали, где будет вверх Следующий шаг У меня есть вот такие наклейки Это, они как бы изображают маленькую линейку Чтобы потом те, кто находят эти отпечатки пальцев Они могли знать, какой он размер этих отпечатков И здесь я пишу номер нашего звонка На какой звонок мы ездили И я пишу свой badge номер Домер своего значка Кто взял этот отпечаток пальца Наклеиваю где-нибудь рядом Не важно где Готово Теперь можно его фотографировать Беру треногу Так, то есть к тебе я подхожу Ставлю треногу, чтобы у меня четкий был снимок Чтобы не было никаких шевелений Ничего не дергалось Отлично Вышел отличный снимок То есть те, кто находят отпечатки пальцев Они находят их именно по снимку Потому что качество фотографии очень хорошее Оно передает все вот эти вот рисунки Я думаю, ваша камера тоже это передает И те, кто сидят в лаборатории Они именно загружаются по фотографиям И смотрят из фотографий Но теперь начинается такое приключение Когда все это идет в суд Суду нужно доказательство Что этот отпечаток пальца Это не фотомонтаж Что это не кто-то в фотошопе Что-то там дорисовал, как-то изменил Поэтому, когда мы сняли этот снимок Мы все равно должны снять теперь живой отпечаток Изолентой И наклеить его на специальную там бумагу То есть то, что мы сейчас будем снимать изолентой Это не для идентификации Это для доказательства в суде Что мы не смонтировали этот отпечаток пальца То есть давайте теперь сделаем это тоже То есть первое, что мне понадобится Это вот эта скользкая лента Сейчас я покажу, как она выглядит Вот сюда мы будем переносить этот отпечаток пальца То есть это как... Не знаю, что это за материал, как он называется Но такой скользкий, плотненький То есть на него мы будем наклеивать изоленту с отпечатком пальца Сейчас мы просто положим вот сюда То есть лежит здесь Конечный результат пойдет в такой конверт И в этом конверте мы напишем, какая работа, какое-то... То есть все, мы его просто сюда вкладываем И тогда то, что я посылаю в лабораторию... Не в лабораторию, а... То есть я посылаю это уже в суд Это будет как доказательство Теперь я беру изоленту И снимается все очень просто Беру кусок изоленты Отклеиваю его Просто провожу рукой или чем угодно Другим, любым материалом И теперь его срываю То есть вот мы видим здесь и стрелку красную И отпечаток пальца И видим всю эту вот линейку со всеми, вообще, данными Теперь я наклеиваю ее сюда Сейчас поменяю вот эту сторону Вот это то, что пойдет в суд То есть опять-таки здесь качество вот этого отпечатка абсолютно не важно Потому что это просто для доказательства, что мы не смонтировали его То, что это не из фотошопа Что это настоящий снимок То есть какое качество Как я его снял здесь пузыри Вот какие-то там помехи Это все на самом деле не важно Потому что идентификация приходится именно с фотоснимка Вот это самое важное Все, здесь все готово Владя, вот мы провели с тобой вот эту операцию По снятию отпечатков пальцем Какие с ним Какие с ним